А вы видели, во что было одет Дэвид Бэкхом на последней бракосочетании принца Гарри? И как называется этот предмет гардероба у мужчин? Никогда не задумывались? Давайте сегодня поговорим об этом. Здравствуйте! Я Руслан Мегранов, историк моды и куратор музея моды в Москве. И сегодня мы с вами поговорим об очень интересных, удивительных вещах, которые наполняют коллекцию музея моды. И открываем с вами рубрику «А знаете ли вы?» И в нашей рубрике «А знаете ли вы?» мы сегодня поговорим о таком мужском предмете одежды, как визитка. А знаете ли вы, что такое визитка? Не думаете ли вы, что визитка – это просто визитница, которую вы отдаете с вашим именем и фамилией, и чтобы о вас помнили, ведь визитка, она есть и сейчас в гардеробе. Посмотрите, перед вами визитка 1900-х годов, то, в чем мужчины до пяти вечера наносили приветственные визиты. Она сделана из шерсти. Как правило, визитка всегда застегивалась на одну пуговицу и сочеталась с жилетом, с темными брюками, либо брюками-полосатыми. Самым популярным человеком, который носил визитку, это был чайный чап, во что он был одет. Но у него визитка была на два размера меньше. В образе маленького бродяги было все карикатурно. У него были объемные штаны и маленькая визитка, которая порой напоминала пиджак. Но главная отличия визитки – полы закругленные, одна пуговица, сзади присутствуют разрезы обязательно. Одним из самых популярных американцев, помимо Чарли Чаплина, был танцор Фред Аста, который часто копировал Майкл Джексон. Он взял на него походку. И вы знаете, что Феликс Юсупов, великий князь-убийца Распутина, он хотел вменчаться в визитке, но его родители были против. Они сказали, как так? И в итоге ему отказали в этом удовольствии. И хочется вам показать вот этот замечательный пикейный жилет, то есть хлопковый, где есть специальные кармашки под часы. Нужно помнить, что тогда часы были, как правило, на жилете, потому что жизнь была нетороплива в начале века. Не, автомобили не были так распространены, и людям не нужно было носить часы на руке. Хочу обратить ваше внимание на интересные детали. Например, здесь, на этих брюках присутствуют специальные, вот, к сожалению, пуглицы уже время, как говорится, унесло, но тогда, нужно понимать, в 900-е годы, ремень еще не был в море. Вы знаете, что ремень постепенно входил в 20-е, 30-е годы. И именно Первая мировая война послужила то, что мужчины стали носить ремени, а здесь были подтяжки. Мужчины всегда носили подтяжки. И, конечно же, с такими замечательными визитками, жилетами, которые могли быть, кстати, и двубортные тоже, помимо одноборта, носили сорочки. Носили сорочки часто без воротника. Почему? Потому что воротник был съемный, и самая быстро пачкающая вещь какая в мужском гардеробе? Это воротничок, конечно. Поэтому их просто можно было менять, как галстуки легко. Конечно же, все ткани были натуральные. Нужно помнить, что первое искусственное волокно 20-го века это вискоза или искусственный шелк, который появится и распространится в 20-е. А в 900-е такого не было. И вы могли менять форму воротничка. Воротнички были разные. Можно было специально поменять и сделать полностью стоячий. Можно поменять разную форму воротничка, в общем. Но они были накрахмалины. Нужно помнить, их крахмалили природным клеем, гуми-арабиком. И они дико натирали шею, были ужасно неудобны. И очень не нравились мужчинам. И после обеда, как правило, их расстегивали. У них вот здесь вот есть специальное отверстие под пуговицу сзади. Вот посмотрите, специальная пуговица запонка была, которую сзади застегивали. И спереди такое же отверстие. Поэтому только вы поели, чтобы не задохнуться, расстегнули. А вы думаете, как расстегивали? Для этого существовал интересный аксессуар. Это крючок. Вот этот вот крючок девятисотых годов, он, правда, кассетный, но такой же наподобие носили и мужчины, чтобы расстегнуть здесь пуговичку, чтобы не задохнуться, подышать связанным воздухом, выпить стакан воды, а потом обратно застегнуть. И жить весело и хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо.